Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Может ли благодать действовать без видимых переживаний и движений сердца? Очень часто человек, наоборот, это такая даже станинская уловка, может, и не станинская уловка, а просто особенность старения нервной системы человека, что человек путает благодать Божию с экзальтацией, ну, просто с некоторым нервным состоянием, как радостным, так и, наоборот, каким-то, может, даже печальным, что человек там кается, и вот ему кажется, ой, я так плачу, я так горю, это благодать Божия сошла, или там он радуется, попрыгивает и тоже думает, благодать сошла. Тут хорошей профилактикой от вот таких ложных переживаний, а, как мы понимаем, святое место пусто не бывает, и если святое место в своей душе вот это нервное состояние заполнить, то потом для благодати Божией реально меньше места останется. Это будет в интернете просто посмотреть ролик, как там сектанты, харизматы скачут, и им там пастор, лектор в микрофон кричит, то Дух Святой сошел, и люди дергаются, как будто они из психобольницы сбежали, но при этом еще их вдогонку током бьют. И вот понимаешь, нет, конечно, никакой Дух Святой тут не действует. Понятное дело, что это некоторый радикальный вариант, но тоже у нас может некоторая чувственность сердца подменить благодать Божию. Об этом на самом деле много размечисляли святые отцы аскетического направления, монашеского. И хотя нам, людям, живущим в миру, по сравнению с монахами, может, не настолько следует отсекать свои чувства, потому что с помощью этих чувств мы взаимодействуем с окружающим миром, от которого монах, наоборот, старается убежать. Так вот, здесь бы я привел в пример стих из 2-го послания Коринфянам. Давайте посмотрим 9-ю главу и прочтем 8-й стих. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Прежде чем непосредственно этот стих прокомментировать, еще охота всегда вспомнить и полезно вспоминать слова Христа евангельские про то, что древо по плодам познается. И точно так же мы можем понять благодать, у нас экзальтация, или у нас, наоборот, какое-то ровное состояние, нам кажется, что благодати нет, по результату. Господь нам дает благодать на доброе дело. Если добрых дел нету, то, скорее всего, благодать от Господа на это не получил. Причем благодать — это не значит, что человек какой-то святой жизни. Если человек грешный берет и что-то доброе делает, Господь ему обязательно благодать дает, Господь его благословляет, Господь его сам посещает непосредственно во всей этой глубине греха, как царь и порог Давид из глубины Господи во звах к тебе, что тоже из глубины сокрушенного сердца и сознания собственной греховности. Что Господь дает на доброе дело. Тут можно сказать, ой, нет, а если я там болею, не могу никому помочь, мне только помогает, что у меня благодати нет. Доброе дело в данном случае — это не смысл и дело рук. Это может пойти дело души. Если ты берешь и молился, и молился через трудности, отвлекаясь постоянно, а потом раз — и молишь, и легко. Да, вот нету какого-то там сердечного переживания, что какого-то трепета, ну просто взял, помолился, потом смотришь, ой, читал молитву и особо не отвлекался, да, или просто даже не задумался об этом, просто вот время прошло, а я с Богом прообщался. Так это же благодать, это некоторый дар Божий. Вот там есть. Или наоборот кажется, что не, а вот я наоборот беру и постоянно молюсь, и только отвлекаюсь, что благодати нет. Так нет, несмотря на козни сатаны, ты все равно с Богом общаешься, продолжаешь, не сдаешься. То ты думаешь, это своими силами смог сделать? Да нет, конечно, Господь тебя посетил. Да, поэтому даже если речь не идет о каких-то делах, вот просто физических что-то сделать, ну или там взять через речь, через разговор как-то человеку помочь, в любом случае, как только мы как-то свою любовь проявляем по отношению к ближнему, даже если ближний знает или ближний не знает и не замечает, и никогда даже не заподозрит, значит, благодать у нас есть. Более того, благодать Божия нам дается всегда авансом, мы ей не достойны, а Господь нам дает. Мы пришли, вкусили источника бессмертного в причастии, Христос в нас живет, а мы его не достойны. И если мы не применим эту благодать Божию в любви к окружающим людям, то благодать, она уйдет вот как песок сквозь пальцы. Но Господь ее вновь и вновь готов восполнять. Поэтому не боимся, апостол Павел говорит, что да, вот помните, вы храм живущего у вас Духа Святого. И вот раз в нас Дух Святой живет, то наша проблема не о том, как же нам благодати побольше приобрести. Всегда у нас ее хватит, всегда у нас будет, и Господь, поскольку Он нам ее не наливает какой-то маленький запас, а вот если мы с Ним вообще не находимся, мы постоянно подпитываемся этой благодатью Божией, то Он ее будет давать вновь и вновь. И чем больше ты раздаешь, тем больше ты в добрые дела ее реализуешь, чем больше будет благодати в твоей душе и жизни. А потом Господь, если видит, что ты в чем-то сомневаешься, обязательно тебе рано или поздно даст почувствовать, я здесь, я рядом с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok